Привет, друзья! С вами сегодня опять я, Нара, риелтор в Северной Вирджинии. Работаю риелтором уже 16 лет и делюсь своими знаниями, опытом и впечатлениями на моем канале. Спасибо вам, что вы меня смотрите. И сегодня я хотела бы поговорить о том, как вот этот вирус и как вообще вся эта ситуация действует на рынок недвижимости и что мы делаем, чтобы защитить себя, своих клиентов, вас всех от вот этого вируса, при этом пытаясь как-то еще все-таки помогать своим клиентам, потому что все-таки жизнь продолжается, людям нужно переезжать. К сожалению, ничего в этом не изменилось. Если истекает срок аренды, человеку нужно переезжать. Если что-то происходит, человеку нужно переезжать. Мы никуда от этого не денемся и наши услуги все равно нужны. Поэтому мы, Вирджиния, штат, например, риелторов считает как essential business, то есть жизненно важный, поэтому мы еще работаем. Но при этом мы очень радикально меняем свою практику. И я вам расскажу, что мы делаем. Но в первую очередь я вам хочу рассказать о том, что вообще происходит, как вот это все влияет на данный момент. Это может быть все изменится завтра, послезавтра, через неделю, но на данный момент я должна вам сказать, что дома, хорошие дома, которые поставлены по правильной цене на рынок, уходят быстро и уходят с несколькими предложениями. Идет конкуренция среди покупателей. Мы все равно все это еще испытываем. Буквально сегодня я показывала дом, который, скорее всего, уйдет за выше цену, которая была заявлена продавцами. И там ничего не изменилось. Мы, в общем-то, агенты, мы сами удивляемся вообще, что происходит, потому что, казалось бы, из-за вируса, по идее, мы должны все как бы сидеть дома. Мы не должны вообще, никто нам не должен, по идее, звонить, потому что люди должны сидеть по домам и никуда никто не должен выходить. Но, как выясняется, люди все-таки пытаются поймать эту ставку процентную, которая еще очень низкая, и все-таки пытаются что-то купить. Продавцы свои дома все-таки еще выставляют, на рынок еще выходят дома, выходят каждый день. Поэтому я не знаю, чем это все закончится. Если в нашем, например, штате или на федеральном уровне всем объявят, что мы все сидим, обязательно все сидим по домам, и никаких исключений, то тогда, конечно, все это остановится, мы так думаем. Но на данный момент ничего еще не останавливается, и я даже не вижу особого замедления. Что меняется в нашей практике? Как мы выходим из положения? Значит, смотрите, когда, во-первых, все вот эти open house, агенты, которые еще проводят эти open house, они, в общем-то, довольно сильно рискуют. Я все меньше и меньше вижу open houses, и что люди делают? Агенты делают либо виртуально open house, либо сейчас все дома, которые выходят на рынок, обязательно выходят с виртуальным туром, да, virtual tour, где люди могут на интернете, на экране посмотреть эти дома вокруг, да, 360. И это одно. Второе, то, что предоставляются в каждом доме, агенты, листинг-агенты выставляют wipes, салфетки антибактериальные, перчатки для рук, ну, масок сейчас нет, к сожалению, но мы, по крайней мере, вот когда мы пишем в системе, что, пожалуйста, когда вы приводите своих клиентов смотреть, не заходить толпами, заходит только один человек с агентом. Сегодня, например, я показывала дом моим клиентам, сначала я показала жене, жена закончила, посмотрела, затем зашел муж, посмотрел, детей там вообще не запускают, просят вообще, чтобы дети не заходили в дом, и, в принципе, ничего страшного там не произошло, дети посидели в машине. Вот, то есть мы вот как-то вот так вот пытаемся выходить из этой ситуации, но я должна вам сказать все-таки, что у нас продажи еще идут, наши банки, лендеры работают, наши тайтл-компании пытаются как-то выходить из положения и тоже работают, поэтому еще процесс идет, куда это все приведет, пока я не знаю, но на данный момент все еще у нас работает, поэтому если вы думаете о том, чтобы нужно продать дом или купить его, может быть, если есть такая необходимость острая, то ничего страшного, можно работать, выставлять дом или искать дом на покупку, но если есть возможность переждать вот это все, конечно, лучше переждать, так будет спокойнее. Но, с другой стороны, сегодня мне звонила женщина, например, она хотела, она хочет купить дом, она хочет его купить, но они думают переждать, потому что вот эта вот вся ситуация кошмарная происходит, и они хотят переждать. Но там тогда вопрос встает о процентной ставке, мы не знаем, что будет через месяц, два, три с процентной ставкой. И когда вы видите информацию о том, что ставка меньше трех процентов когда-то была, или меньше трех с половиной процентов когда-то была, и вам говорят, что да, сегодня ставка 4, 4,5 или 5 процента, конечно, это уже неприятно. Поэтому тут как бы такое вот, все равно нужно иметь в виду, что если вы все-таки ждете, то есть риск вот такого вот развития событий. Ну и когда, хотела бы вам просто сказать, что когда даже вы сами смотрите дома, допустим, если все-таки вы ищете дома, и вы сами смотрите такие дома, то, пожалуйста, как бы защищайте себя, да, одевайте обязательно на руки перчатки, если есть маски, то носите маски, если масок нет, то хотя бы закрывайте себя шарфами каким-то образом, как-то, как-то что-то. Я, ну, я не скажу, что я спасаюсь, но, по крайней мере, мне хочется верить в то, что я спасаюсь тем, что я наношу оксалиновую мазь в нос, и таким образом хоть как-то себя дополнительно защищаю. Ну, как-то вот так, да, и, конечно, мойте руки постоянно антибактериальные. Мы с собой тоже обязательно стараемся возить антибактериальные вот эти вот средства, чтобы при каждом, после каждого визита, после каждого общения мы обязательно руки все почистили вот этими средствами антибактериальными. Если есть возможность, агенты дадут вам перчатки, то есть, ну, желательно, конечно, иметь свои. Вот, ну, вот как-то вот так. Ну, вот на сегодняшний день все. Я просто действительно вам хотела рассказать вообще ситуацию на данный момент. В Северной Виржинии есть несколько штатов, в которых запретили вообще выход на улицу, я так поняла, и агентам тоже запретили вообще эту работу. Я, честно говоря, не знаю, что там у них происходит. Я просто вам рассказываю о том, что происходит именно в Виржинии. И пока Виржинии, Real Estate, недвижимость еще продается. Вот, ну, посмотрим, что будет на следующей неделе. Я, конечно, вам обязательно сообщу в следующую пятницу, куда мы все идем к тому времени. Вот, а на данный момент все-таки предложения идут, дома выходят, дома выходят на рынок каждый день. Так что вот, вот так вот. Так что, если есть вопросы, или вы хотите продать в будущем, и хотите воспользоваться этим временем, и как-то что-то подшаманить в доме, звоните, вы просто так не тратьте деньги, проконсультируйтесь. Вообще, вы знаете, что вам принесет деньги, а на что тратить, в общем-то, не нужно. Вы знаете, слишком много раз у меня клиенты просто выбрасывали деньги на ветер тем, что они делали такие вещи, которые не нужны были, и не видели то, что на самом деле нужно было сделать. Поэтому всегда лучше проконсультироваться. Так что звоните, я, конечно, может быть и не приеду, но попрошу вас сделать видеотур. Мы можем сделать его по видеосвязи, поэтому все еще можно делать, все еще можно работать. Вот, так что вот так. Звоните, спрашивайте. До следующей пятницы, и следующий апдейт в следующую пятницу. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok